Книга «Открытым оком», вопрос 4070, том 30. В печати время от времени возвращаются к останкам царских тел. Почему церковь не поверила, что это и есть истинные мощи царя и его семьи? Тогда успокоились бы и не тратили больше деньги на разные экспертизы. Есть же записки тех, кто расстреливал и кто нашел кости. Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. Приходится убеждаться доказательствами ни одной только стороны. Я лично не верил, не верю и не поверю никогда, что нашли черепа целые и невредимые. Этого быть не может, потому что враги обязательно затребовали головы царя и наследника, как делали всегда похитители престола царского. А потом отправили в Америку своим заказчикам, инвесторам, смуты, вдохновителям и устроителям всех кризисов и революций. Из свидетельств и Юровского, и Розинского следует, что они описывают сокрытие тел в яме под шпалами на дороге в ночь с 18 на 19 июля 1918 года как очевидцы. В то же время прямое свидетельство документов следствия 1918-1924 года показывает, что Розинский и Голощокин в это время находились в других местах. А свидетельство генерала М.К. Детерихисха в составе пассажиров грузовика и анализ документов говорит, что и Юровского там не могло быть. Из этого следует, что нет никаких оснований верить тому, что, по их словам, происходило в ту ночь на дороге на месте будущего мостика примерно в 200 метров от переезда номер 184. Но больше всего противоречий существует по сокрытию, сожжению тел на дороге. Предварительно отмечу два обстоятельства. Первое. 18 июля. Восход солнца 7 часов 9 минут. Заход солнца 22 часа 3 минуты. 19 июля. Восход солнца в 5 часов 10 минут. Заход солнца в 22 часа 1 минута. На переезде 184, находящемся на расстоянии примерно 200 метров от мостика из Шпал, причем в прямой видимости, в ночь с 18 на 19 июля находилось примерно 20 человек, состоящих из дачников на трех подводах. Крестьянин и сторожа переезда с его семьей. По утверждению Юровского, сознательно осылаемся на текст, приведенный в официальном документе Генпрокуратуры, сравнительный анализ документов следствия 1918-1924 годов с данными советских источников и материалами следствия 1991-1997 годов. Страница 25. Машина застряла в половине пятого утра. То есть уже совсем светлое время и по его же утверждению сожгли два трупа и кости похоронили в отдельной яме. То обстоятельство, что это утверждение Юровского прокурором-криминалистом никак не прокомментировано, дает основание думать, что это свидетельство В.Н. Соловьев принимает за бесспорный факт. Согласно же результатам экспертизы, справка о результатах экспертизы исследований крестных, костных останков из места захоронения семьи бывшего императора Николая II от 29 января 1998 года, подписанная главным судебно-медицинским экспертам Минздрава Российской Федерации с заслуженным деятелем науки профессором В.М. Томирином, пункт 7, страница 7. Для сжигания одного трупа в незамкнутом пространстве необходимо 20-50 часов. Да и то при условии непрерывного интенсивного горения с применением горючих веществ бензина, керосина. В то время, как по данным следственных материалов 1918-1924 годов в 5-6 часов утра этот грузовик был уже в Екатеринбурге. Кроме того, Юровский пишет в сравнительный анализ документов следствия страницы 24, что он испугался хоронить в лесу отцепленным двумя кольцами охраны. Охраняемая территория имела форму, приближающуюся к форме круга. Внешнее кольцо красноармейцев охраняло территорию с диаметром 6 километров, внутреннее 3 километра. Здесь же, судя по тексту его записки, наведу примерно 20 людей на открытом со всех сторон месте жгли без всякого опасения. Еще одно обстоятельство. По вычислениям М.К. Детерихиса и Н.А. Соколова 11 тел должны были бы занять объем не менее 1 кубическое сожжение. Раскопки, проведенные в 1991 году, показали, что, так как материком в этом месте является скала, здесь, во-первых, должен был бы образоваться целый курган, и как бы его не скрывали шпалами, он был бы виден. Во-вторых, на поверхности земли обязательно были бы видны следы земляных работ. Таковых никто не видел. Естественно, возникает сомнение, а была ли могила. Все эти несоответствия в документе прокуратуры остались необъясненными, а между тем приведены лишь только некоторые из лежащих на поверхности противоречий. Таким образом, трудно согласиться с утверждением В.Н. Соловьева о том, что события, описанные в записке Юровского, соответствуют происходившему в действительности. Поэтому наивно выглядят те обращения к власть-предержащим, в которых их пугают опасностью захоронения лжемощей. В сознании тех, кто ныне находится во власти, а отсутствует само понятие мощи, они не готовы серьезно об этом рассуждать. Зато финансовые и политические выгоды понятны. Понятны. Внутри правящей элиты можно выделить две группировки в разной мере и по разным причинам заинтересованы в этом. Критерием развлечения могут быть два взаимосвязанных и важных отличительных признака. Отношение к православной церкви и национальная принадлежность. Во-первых, это люди, которые совершенно равнодушно и даже враждебно относятся к православной церкви. Во-вторых, как правило, это политики русскоязычные. Однако и тут есть исключения. Например, Борис Николаевич Ельцин, которого можно отнести к этой группе, является русским по национальности. Наиболее же характерные представители этой политической группировки, самый главный специалист по похорону, зам председателя правительства Борис Ефимович Немцов и бывший его коллега Анатолий Борис Чубайс, в этом случае можно предположить наличие злого умысла. И та, и другая группы правящей элиты заинтересованы в захоронении екатеринбургских останков как царских. Но причины их заинтересованности, как представляется, не во всем совпадают. Первая причина заинтересованности в организации пышных торжественных похорон состоит в том, что их можно превратить в грандиозное шоу, на которое пригласить друзей Билла, Гельмута, Жака, Рю и прочих, которые у нашего президента с островством все множатся. Такое шоу редкостная возможность организовать, как удачно выгнется публицист Михаил Назаров газета «Завтра» 1998 год номер 11 отмывание своей власти в глазах мирового сообщества. Да и народу нужны праздники для выпускания пара. По этой причине в организации захоронения икакиренбургских останков как царских заинтересованы представители обеих выделенных нами политических групп. Сказано «По плодам их узнаете их» Евангелие от Матфея 7 глава 16 стих «А плоды как видим ядовитые не к миру а к дальнейшей смуте ведет такая политика примирения». Незадолго до смерти на чужбине известный русский правовед и философ П. и новгородцев «Сергей, не задолго а не задолго а не задолго оборот совсем». Не задолго до смерти на чужбине известный русский правовед и философ П. и новгородцев размышляя над путями возрождения России дал четкое определение согласие и примирение есть восстановление святынь. Именно такое понимание согласия может дать результат. Но от такого понимания примирения как без отлада набегут нынешние «миротворцы» в кавычках. Есть стремление нанести политический удар по русской православной церкви сделав ее соучастницей захоронения мнимых остатков. А значит и лжемощей. В случае успеха торжественная организация похорон а затем неожиданное выяснение ошибки тут одним ударом достигаются сразу несколько целей. Дискредитируется священное начало, углубляется раскол между РПЦ и РПЦЗ, в целом ослабляются позиции православной церкви в обществе, ставится под сомнение необходимость каких-либо дальнейших действий по расследованию обстоятельств Екатеринбургского злодеяния. Один из руководителей Екатеринбургского злодеяния Войков, как говорят, бахвалился. Мир никогда не узнает, что мы с ним сделали. То есть, кто сегодня усердствует в организации захоронения Екатеринбургских останков, по царскому чину, одни осознанно, другие по неразумию вносят вклад в то, чтобы эти слова изувера стали реальностью. Все большее число известных ученых представляют разных областей знания, представители разных областей знания представляют обществу все новые и новые данные, подтверждающие, что захоронение Екатеринбургских останков является грандиозной мистификацией. Во-первых, есть политики принципиально невразумляемые, то есть, те, кто отлично понимает, что он творит и зачем. Обращаться к ним бесполезна трата времени и сил. Во-вторых, можно уметь различать причины, которыми руководствуются в своих действиях те или другие представители власти и, учитывая это обстоятельство строить свою аргументацию. Ситуация внешне выглядит беспросветной, но для нас, для православных христиан всегда есть надежда. Мы уповаем на безграничную милость Божию. Мы веруем, что Господь по молитвам царственных мучеников дарует прозрение русскому народу, вдохнет в нас волю к покаянию за грех цареубийства. Кавычки закрываются. Далее Игнать Тихонич приводит места Священного Писания. Четвертая книга Царств, 10 глава, 8 стих. И пришел посланный и донес ему и сказал, принесли головы сыновей царских и сказал он, разложите их на две груды у входа в ворота до утра. Евангелие от Марка 6 глава 28 стих. Он подошел, отсек ему голову в темнице и принес его голову на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Вот умер кто-то. Пишут же ушел. Ушел? Тогда куда же разом сгинув? Евреи верили, что где-то есть шевол в загробном общежитии, как бы кабинке. Народы разные по-разному толкуют. Их заблуждения ереси не будем разбирать. Мы православные и верим в быль такую. Есть рай и ад, где грешники горят. Неправду слышим, будто бы никто не возвращался вовсе из загробной дали. Не соглашаемся опять на все на сто. Есть две сестры, что лазаря дождались. пропитанная смраду, зловонием полотно развязывали и снимали те, кто рядом. По вере нашей запах тот глотнем, хотя бы мысленно и с ужасом отпрянем. То грозный Илья, то Елисей пляшивый выпрашивали души деток отошедших. Вдовы наинская сын и шустрая тавифа безбожником затмилась эта плешья. Нет проку жизни за гробом отрицать, все ограничивать своей могильной ямой. Смотри душа, не попади в просаг, когда лукавые в гиенский жар потянут. Богач в аду кордежится от боли, пол капли влаги, жаждет на язык. И где теперь его шикарные застолья, все то, к чему при жизни так привык. Не отрицай, вникая в евангельский сюжет, экранизируя жуткое своим воображением, поверил, осознал, нет выхода уже, успешный в теле был, окончил поражением. О смерти слыша, применяй к себе, уйдем, и к нам припишут отходную, приди к Христу, открыто, не рабей, иначе нераскаянных смерть в одна часть ездует. 29 ноября 2008 год, Игнатий Лапкин. Лапкин.